Успехи и неудачи украинских властей обсуждали сегодня в рамках брюссельского форума. Встречу на высоком уровне открыла верховный представитель ЕС Федерико Маггерини. Во время дискуссии об Украине в адрес Киева прозвучало немало острых вопросов. Слушала и расскажет больше Елена Абрамович. Несмотря на ранний час и выходной, дискуссия об Украине собрала полный зал. Киев представляла вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ивана Клымпуш-Ценсадзе. И ей пришлось отвечать на целый ряд вопросов о правах нацменьшинств, расследовании крушения Боинга MH17 на Донбассе, борьбе с коррупцией. В прошлом году Евросоюз не перечислил 600 миллионов евро Украине, потому что был недоволен реформами. В этом году планируют выделить миллиард, если Украина создаст по-настоящему независимый антикоррупционный суд. Противостояние существует. В то же время есть обязательство завершить этот процесс. Правительство уже предусмотрело деньги в бюджете на этот год на создание суда. Как только парламент найдет волю проголосовать, процесс запустится. Но не забывайте, на это требуется время. В защиту Украины выступила представительница Еврокомиссии. Заметила, что не согласна с мнением, что Киев тормозит реформа. И привела примеры успешных решений. Например, отпустив курс гривны, у олигархов забрали возможность манипулировать фиксированным курсом. Или возьмем «Нафтогаз». Весной 2016-го тарифы на газ установили на уровне импортного паритета. Таким образом, всего за одну ночь устранили самый большой источник коррупции. Когда же речь зашла о членстве Украины в НАТО, все согласились, что сначала нужно решить проблему с войной на Донбассе. По мнению спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, необходимо выполнение минских соглашений, которые сейчас не работают. У нас есть Россия, которая подписала минские соглашения вместе с Украиной и ОБСЕ. Но никогда не было длительного прекращения огня, потому что действует российская командная контрольная силой. Но помимо разрешения конфликта на Донбассе, для членства в Альянсе Украине нужно продолжать реформы. И с этим согласны и в Брюсселе, и в Киеве. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.